Доброго всем дня, друзья! Меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Недавно один из моих подписчиков написал мне вконтакте очень интересное сообщение, где рассказал мне про то, что он сходил в красную локацию и там он смог выбить с бота пропуск бункер Зулу, который выпадает только с самого мощного зомби в этой игре, с громилу, у которого 1000 хп. На самом деле, наверное, понятно, что бот будет тоже очень мощный, потому что предмет это достаточно редкий и без такого прям мощного доната или без читов невозможно этого громилу убить, так что, скорее всего, бот будет тоже достаточно мощный и придется с ним немножечко попотеть. Самого мощного бота, которого я убивал на данный момент, это был парень в костюмчике сват с винторезом, как раз-таки в прошлой части, так что не знаю, какой этот будет бот с пропуском в бункер Зулу, но я постараюсь это повторить, ребята. Если не получится, я, конечно, не расстроюсь, потому что я смогу Зулу дать вот такую вот красную локацию, в которой, может быть, будет что-нибудь классное. А если все-таки это получится, то будет, на самом деле, очень эпично. В общем-то, давайте мы сюда войдем и посмотрим, что у нас там есть интересного. На самом деле, я не очень классно первый раз приоделся, но, в общем-то, если мы проиграем, то я смогу отправиться домой. Не успел уже зайти, на меня тут уже все пуляются. Вот говнюки, сейчас еще звук немножечко зависает, сейчас он отвиснет, ребят. Ага, вот все, звук отвис. Просто, когда только заходишь в локацию, всегда так происходит, так что в этом ничего такого страшного нет. Подготовил я себе всего лишь одну оружку и немножечко бинтов. Также у меня есть один огнестрел, но он мне понадобится только для какого-нибудь такого мощного чувака, который на меня прибежит. Ну, для бот, естественно, с которого мне все-таки может выпасть этот вот пропуск. Так, на меня здесь кто-то уже бежит, и это бешеный волк. Давайте мы его завалим. Взял я вот такой вот знак, мне показалось то, что, ну, эта оружка будет достаточно неплохой в этой локации. Надеюсь то, что сейчас здесь не будет громила, потому что, ребята, подписчики пишут мне тоже вконтакте. Я тоже видел пару сообщений, где они встречали громилу даже в желтом лесу, ну, то есть в лесу средней сложности. Даже в камушках тоже средней сложности. Ну, блин, это на самом деле просто огромная редкость. И им, ну, блин, можно сказать, повезло как бы с одной стороны, но с другой не повезло. Потому что все-таки если он появится, то это как бы везение. А с другой стороны, если он появится, то он вас точно завалит. И вот это уже будет невезением. Так, первый раз я вижу такую комбинацию, когда этот токсичный зомбак как бы один раз ударяет, а потом уже, получается, стреляет. Так, на меня уже так много чувачков набежало. Давайте сейчас токсичного толстяка тоже мочканем. Надеюсь, в этот момент, конечно, на меня никто не прибежит. И, блин, знаете, на самом деле очень много они мне сейчас будут выносить, и броне моей, ну, долго точно не прожить. И, на самом деле, если на меня кто-то будет бежать, как, например, этот чувак, то лучше сразу убегать. Блин, очень неприятная ситуация. Так, блин, 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 я тут застрял среди этих чуваков. Так, давайте потихонечку будем всех их мочить. Так, ого, они меня уже как быстро валят. Нифига себе. У меня сейчас уже закончится моя это, морковочка. Так, прыгает еще раз. Отлично. Мы уже, кстати, половину из них мочканули. Отлично. Так, давайте еще один удар на этого. И все. Быстро бинты, ребят, юзаем. Так, а, новый уровень. Блин, что я пугался-то? Все, отлично. Одного мы из них убили, и у него, кстати, очень классная одежка. Блин, как же они на меня все резко напали. Я уже думал то, что сейчас помру, но все-таки повезло. Отлично. Возьмем мы, наверное, вот эти самые затратные ресурсы. Потом, что с тебя? С тебя телефончик выпал. Ну, я, наверное, его тоже заберу на всякий случай. Вдруг он мне когда-нибудь пригодится. Так, тут на меня токсичный зомбак прибежал, даже не заметил. Давайте мы его тоже сейчас завалим. Так, что с тебя? С тебя для бинтов нам выпали кусочки ткани. Дальше веревки. Давайте сразу тогда бинты закрафтим себе, чтобы не терять времени потом. И все это быстренько сейчас замутим. Блин, ну сколько же на меня народ-то набежал? Это капец, конечно, был. Я думал, все-таки помру, занублю. Еще застрял между ними. Тоже было все достаточно неудачно и фейлово. Но потом мне повезло. Давайте завалим этого токсичного толстяка. Все прыгают, все пуляются в меня своей жидкостью. Это вообще жестко. Блин, ну ладно, будем предельно аккуратными, чтобы меня потом в конце концов никто не смог убить. Этот еще большой, они еще все прыгают, плюются. Это, блин, жестко. Ну хорошо, что они хотя бы друг другу урон наносят. Это тоже неплохо. Блин, что ж ты не ударил его в последний раз? Что за оружие-то такое? Так, отлично. У нас тут пропуск бункер Фокстрот. Так, блин, блин, на меня еще один напал. Давай-ка ты на него обрати внимание, друг. В инвентарь залез. Я, кстати, снова, походу, неправильно название прочитал. Я так и не понял, как он точно называется. Так, давайте сейчас я правильно прочитаю. Он называется Фокстрот. Ну да, вроде бы я правильно сказал все-таки. Окей, тогда все. Хорошо. Так, я вроде бы все с этих забрал. Замечательно. Дальше я еще какого-то монстра вижу. Блин, у меня реально очень слабое оружие. Но оно не слабое, оно медленное. Это немного напрягает. Так, блин. Снова я здесь занубил. О, я впервые вижу обычного бегуна в такой локации. Нифига себе. Это, кстати, очень редко. Очень редко. Такого я еще не видел. Хотя, стойте. Нет, я такое видел. Че я туплю-то? Я не видел обычных зомби. Стойте, да, я перепутал. Окей, так, у меня тут еще бинты есть скрафчены. Их тоже можно будет потом взять в быстрый слот. Посмотрите, у меня уже два пропуска. Я только начал лутаться в этой локации. Это очень хорошо. А тут у меня быстрая оружие. Тут один атак, а здесь 0.7, да? Ну, потом мы с чего возьмем. О, здорово. Нифига себе прибежал, блин, на меня. Еще, кстати, один такой нормальный чувак, с которым мы тоже сейчас можем убить. Но у него, посмотрите, такой же лут, как и у прошлого. Прям один в один просто. Завалим его давайте. Отлично. У него, кстати, броня неплохая, которую я сейчас себе, наверное, заберу. Как раз таки у меня сейчас поломалось так. Ну, хотя давайте я это заберу. Оно же мне все-таки пригодится, надеюсь. Потом возьмем эту оружку. И вот эти вот все затратные ресурсы я тоже сегодня буду собирать. Они мне тоже пригодятся. Особенно дерево, ребят, потому что дерево у меня там вообще дефицит полный. Так, ну давайте добьем уж этот знак. Потом возьмем вот эти вот биты с гвоздями. Но пока что что-то по пропускам. Мне вообще зулу не выпадает ни с какого бота. Но я надеюсь, что все-таки это у меня получится. Блин, как же я так жестко уворачиваюсь от него. Вообще ни разу по мне еще не попал. Это классно, очень классно. Ну все, давайте его добьем. И вроде бы все. Нифига, за него 500 опыта что ли дают или мне показалось. Ну что-то да, много дают за него. Офигенно. Так, бешеный волк. Ну, скорее всего, сейчас у меня уже кончится прочность. А нет, еще осталось на один удар. На кого, интересно, потратится этот удар. Так, давайте над этого зомбака еще. Там, кстати, есть один громадный. Наверное, я все-таки толстяку нанесу этот удар. Хотя лучше бегуну, наверное. Я его сразу убью, чтобы он мне потом не мешал. Так, отлично. И беру другое оружие. Все, давайте завалим этого токсичного толстяка. Пока что на меня еще никто не прибегал с винторезом, с оружием. Пока что все у меня очень даже хорошо. То есть атаки пока что на меня такой прям жесткой не было. Хотя вот первый раз на меня и зомби набегали. И этот враг еще прибежал. Ну, было тоже, ну, достаточно критично. Было опасненько. Блин, снова не успел убежать. Окей, что с тебя выпадает? С тебя флешка и веревки. Так, на меня кто-то бежит. И это обычный токсичный зомбак. Давайте мы его завалим. Сейчас снова будет пуляться. Увернемся, пожалуй. И все. Отличненько. Его убили. С него упадает еще немножко кусочков ткани, чтобы скрафтить нам бинты. Итак, ребята. Я закрафтил все бинты. Все кусочки ткани я практически истратил. Остался только один кусок. Так что сейчас мы можем продолжать уже валить остальных зомбаков. По луту я пока что еще ничего не лутал. И интересненького тоже ничего в сундучках не находил. Потому что я их еще толком и не открывал. Но сейчас я на самом деле больше ботов жду, которые на меня будут прибегать. С оружием, без оружия. Вообще без разницы. Самое главное, чтобы они на меня прибегали. И я смог в конце концов выбить с них вот этот вот пропуск к бункер Зулу. Будет, ну блин, просто реально очень эпично. Не убивая того, получается, громилу, я смогу заработать этот офигительный просто пропуск. Так, ну это оружие еще у меня, ну такое нормальное по прочности. Так что продолжим убивать именно им. Но когда, конечно, на меня кто-то прибежит, скорее всего, я все-таки попробую взять огнестрел. Хотя, блин, там все нужно настолько быстро делать. Потому что если все-таки будет чувак с винторезом, то тут, блин, не знаю, успею я вообще сменить или не успею. Кстати, смотрите-ка, сразу два толстяка. Это неудачная такая ситуация. Как с ними поступить-то лучше всего? Ну, они, видите, меня не чувствуют, потому что у меня все хорошо вроде бы как по чистоте. Вроде бы я недавно искупался или что-то еще. Блин, вот самое неприятное будет, когда на меня вот в этот момент, конечно, будут бежать вот эти вот боты. Это будет самое, что неприятнейшее. Так, блин, сейчас на другого он еще дозагрелся. Да вы издеваетесь, что ли? Так, ну все, вроде бы второй умер. Заюзаем еще, пожалуй, один бинтик. Сейчас, короче, они меня побьют, и я там заюзаю бинт, который у меня в инвентаре валяется. Так, ну теперь у меня по броне все не очень. Если на меня прибежит какой-нибудь бот, то мне, наверное, хана будет. Прибежал бы на меня еще один какой-нибудь. Был бы неплохо, потому что я бы с него выбил броню, и потом уже смог бы его мочкануть какого-нибудь новенького, ну уже который будет посильнее. Но пока, блин, по броне у меня все очень плохо. Еще и оружие сломалось. Ну давайте это будем добивать. Конечно, если у меня все это сломается, то мне реально не поздоровится. Единственный самый первый бот какой-нибудь придет с инвентарезом. И, ой-ой, кто-то бежит. А, нет, это токсичный обычный. Давайте его убьем. Но бегут так быстро, то что, блин, кажется, то что это какие-то, ну, реальные люди. Ну, не реальные люди, а обычные выжившие, ну, боты на самом деле. Пока что это не реальные люди. Так, на карте вроде все чисто. Вот, но на карту всегда, ребята, поглядывайте. Так, у нас оружие. Такой более-менее красный пропуск бункер Браво и провода с изолентой. Это я оставлю, тогда возьму лучше провода. Окей. Одежка у меня еще не до конца сломалась, так что будем пока что бегать в этой. Так, и смотрите-ка, на меня бежит еще один токсичный. Сейчас я от него увернусь и попробую его завалить. Сейчас он еще раз у меня пульнется. Я его, ну, увернусь от него и попробую дальше добить. Видите, отлично. 100 хпшки. Он мне даже ничего не снял, по идее. Сейчас мы по стелсу попробуем сюда пройти. Убьем этих двух бегунов и потом уже золотаем этот единственный ящик, который здесь стоит. Так, там кто-то бежит, ребята. И это, и это. Это обычно токсично. Окей. Уворачиваемся. Блин, сразу вдвоем по мне попали говнюки. Ладно, пофиг тогда. Здесь я не буду уворачиваться. Сейчас их просто добью. И потом надену последний мой бронежилет. Или что это? Курточка моя, да? Военный бронежилет все-таки. Окей, надеваем его. Еще один пропуск Бункер Браво. Вы издеваетесь? Нет, серьезно. Это просто какое-то издевательство. Когда я уже в нем побывал, мне начинают они просто сыпаться. Вот реально. В одной локации сразу два. Но это, блин. Это чересчур просто. Чересчур троллинг от этой создателя игры. Так, дальше что у нас? Здесь мы это скушаем. Так, ну сейчас у меня эта оружка, по идее, сломается. Я могу снова взять знак. Как бы, ну, в этом проблемы никакой не будет. В плане оружия у меня пока что все хорошо. Но вот броня меня реально подводит. Если на меня все-таки, еще раз повторюсь, кто-нибудь с винторезом придет, ну, мне хана. Так, возьмем вот это. Потом. Что-то мне не выпадают кусочки ткани. Вообще не выпадают, реально. Так что нужно быть поаккуратнее. Бинты могут в любой момент закончиться. Хотя, стойте. Здесь у меня один бинтик есть. Давайте я его быстрый слот, чтобы он у нас места в инвентаре не занимал. Так, вижу одного зомбаря. Давайте посмотрим, что он на себя представляет и попробуем убить. Конечно, потом можно будет попробовать сбегать в зараженный лес. Посмотреть там, просто пробежаться с бинтами и посмотреть, что именно в той локации есть. Вот. Но мне для этого понадобятся нормальные ботинки, чтобы скорость была такая более-менее приемлемая. И я мог там именно бегать, а не то, чтобы меня реально все догоняли и наносили урон. Тогда уж это будет полный бред, и я там, скорее всего, все-таки помру. Ну вот, а если я буду в каких-нибудь уже классных ботинках там бегать, скорость у меня будет как у зомби, тогда уже будет нормально. Так, это мы скушаем, это мы выпьем и заберем, пожалуй, болтики. Ну, блин, что-то у меня так места мало на самом деле. Хотел бы я крутой себе ящик, но пока что, увы, это недоступно. Ну, не ящик уж и рюкзак, ящиком уж это не назовешь. Блин, такой крутой ящик стоит, такой закрытый, блин, даже сумки получат, чем этот ящик с двумя транзисторами. Капец, я эти транзисторы даже не собираю, они реально в самых легких локациях валяются, и забирай сколько хочешь. Так, там у нас зомби, давайте так, что мы будем аккуратными. Это бегун обычный, так что сейчас мы его со спины завалим по стелсу, много так урона снесем, и с него ничего не упадет. Ну, окей, пока у нас здесь открываются ящики, я, пожалуй, скрафчу еще один бинт, и потом положу его в быстрый слот. Так, здесь у нас пропуск бункера Альфа, колесо от грузовика, я его сейчас обязательно возьму, потому что, ну, все-таки там четыре колеса нужно, а у меня только собрано, по-моему, два, что ли. Так, дальше штаны у меня сломались, нет, еще целые, нифига себе живучие. Дальше что? Дальше мне надо бинты переложить и взять вот это колесо. По-другому уже никак. Так, хотя на самом деле можно какие-нибудь пропуски оставить, а для чего они мне на самом деле пока что, ну, вообще никак не нужны. Так, ну что, еще ящики есть, еще зомби есть, давайте посмотрим, пробежимся, и можно будет уже попробовать в зараженный лес бегать. Но там будет реально жестко, потому что все-таки ботинок нет, и за мной будут все бегать, все будут урон наносить, будет не очень приятно. Так, ну здесь вроде бы все валяется, что-то с этого что? С этого есть веревки, трава, но это мне не нужно. Дальше давайте посмотрим, с тебя тоже только веревки. Ладно, бежим дальше тогда. И что? Здесь у нас тоже пусто, но вроде бы локация полностью залутана, по идее. Надеюсь, ящики я нигде не пропустил, и больше боты сюда, наверное, прибегать не будут. Я заметил то, что, ну, максимум по два что-то на меня в красной локации только прибегают. Обычно вот на стриме на меня, например, трое-четверо прибегало, но сейчас вообще очень мало. Давайте вот в эту локацию рискнем, все-таки посмотрим, что там есть. Можно, кстати, даже попробовать, ну, вот реально с риском, залутать там ящики. Я не знаю, получится, но мне кажется то, что нет. Так, блин, я очень боюсь сюда заходить, у меня просто такие вещи. Ну, мне по идее пофиг будет все это потратить, я вот возьму лучше пистолет. Потом, броня у меня вроде бы есть, конечно, она сразу сломается там. Ну, да ладно, если что, мы сразу выбегаем за карту. 18 бинтов у меня есть, сейчас просто пробежимся, я хочу посмотреть, что находится в этой локации. Потому что мне сказали то, что здесь есть какой-то привязанный солдат к дереву, в котором будет классный лут. Так, давайте мы сейчас этого токсичного зомби завалим. Так, и вроде бы все, на меня кто-то бежит. Да, вот он, о, щет, 24 урона, хорошо, живем, живем. Пока что все живем мы, отлично. Так, еще 24 урона. Дальше, дальше, собираем, собираем всех этих монстров на меня. Пока что хорошо. Так, блин, 32 урона уже выносит. Ребята, живем, просто живем. Так, здесь у нас лут, здесь у нас лут. Ой-ой-ой-ой-ой, что здесь происходит? Это просто жестко, это просто жестко. Ребята, мне пора, мне пора походу. Мне реально походу пора, потому что у меня уже бинты заканчиваются. Блин, это просто полная жесть, как вообще эту локацию заутать? Мне говорили, что там какой-то привязанный солдат есть, и монстров-то не так уж и много. Но, блин, вы посмотрите, это просто как в обычном лесу красном, но еще в подарок там громила. Как вообще там выжить-то? Ё-моё. Это что-то вообще нереальное. Я не знаю, какие люди там выживают, но это вообще невозможно, как по мне. Если, считайте, мы туда изначально приходим, и с самого начала на нас прибегает вот этот вот громила, то, блин, как там вообще выжить? На нас же еще другие будут зомби бежать. Их вообще мы как... Ну, мы их вообще не сможем убить, по идее. Ну, это очень странно. Ладно, давайте сбегаем к трейдеру, посмотрим, что у него интересно есть. Хотя у меня ресов, ну, не так уж и много. Ну, просто уж посмотрим ради интереса, что-нибудь, может, интересненько он предлагает. Хотя, по идее, у меня есть... Ну, ничего даже такого нет. Дерево вот только есть, но он вроде бы на доске меняется. Ладно, давайте посмотрим. К сожалению, не получилось у нас найти такого бота, с которого выпадет пропуск бункер Зулу, но было бы реально очень эпично, если бы у нас получилось это сделать. Ну что, торговец, что у тебя есть интересненького? Так, у тебя есть, получается, разрушитель, и, блин, он мне на самом деле даже и не нужен. И ты еще за 15 гвоздей это все предлагаешь. Ну, нет, это очень невыгодный обмен, особенно для меня, у которого не очень много этих гвоздей, всего 13 штук на базе лежит, и, блин, просто лежат. Больше я с ним ничего вообще не делал, у меня было их, по-моему, 20 изначально, но потом я подумал то, что, блин, нафиг они мне вообще нужны. Ладно, для того, чтобы добежать домой, мне понадобится 48 энергии, на данный момент у меня ее нет, так что я, ну, по времени туда отправлюсь, и на этом, наверное, мы закончим. К сожалению, у нас не получилось, сегодня мы только смогли золотать эту красную локацию, смогли немного побегать по зараженному лесу, что было реально очень жестко, и там, блин, такие монстры были жесткие. Я вот реально подумал то, что там есть привязанный солдат к дереву, я, может быть, ну, смогу его золотать, но, блин, я так подумал то, что это, по идее, сделать невозможно. Пока я буду лутаться, меня просто этот здоровяк завалит, только если я туда пойду в броне сват, но даже если я с этим, наверное, пойду, ее там вообще за 5 секунд разнесут, потому что этих замоков там целая куча, это просто, можно сказать, обычная красная локация, плюс там еще этот громила. Но это просто невозможное что-то, я не знаю, что с этим поделать. Ладно, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписывайтесь на мой канал, всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.